расскажу как мы делаем проект то есть первое чертеж которого мы начинаем работать это обмерный план либо проектный план как я говорил если дом из клееного бруса то обмерный план это равно проектный план с погрешностью 2-3 миллиметра много раз замеряли всегда все совпадает но всегда нужно замерять потому что потому что бывает так размеры все совпадают но по каким-то причинам вам может попасть не окончательный вариант плана где-то бывает нет окна либо есть окно чуть-чуть съехало стена или бы допустим какая-то дверь то есть такое было она все совпадает но проверять все-таки нужно желательно то есть это тот план тот чертеж которым мы начинаем работать дальше у нас идет соответственно план перепланировки может быть он там маленький может быть как правило план перепланировки, он очень получается простой, потому что большинство стен сделано из бруса, и буквально добавим, это небольшой, сразу просто скажу, это небольшой отельчик, как раз в Подмосковье сейчас мы разрабатываем комплекс отелей, несколько домиков одноэтажных для отдыха, там двух-четырех человек, и еще комплекс двухэтажных домиков, как раз этот самый маленький домик, к сожалению, он нам достался на этапе уже построенной коробки, то есть мне, конечно, больше нравится работать, когда мы можем начать с заказчиком с архитектуры, мы разрабатываем планировку архитектуру, и на этапе архитектурного проекта мы сразу делаем план расстановки мебели, закладываем все, что нам нужно, здесь уже мы выходим из ситуации, из того, что есть, и причем двери, вот они есть, допустим, в несущих стенах, мы их подвинуть уже не можем, окна есть, мы тоже с ними уже ничего не можем сделать, вернее можем, но это достаточно сложно, нужно закрывать стены, зашивать, то есть так, как в кирпичном доме сломать, зашпаклевать, это здесь уже так не получится. Еще, что важно при проектировании, вообще при строительстве деревянного дома, это размеры, именно размеры между несущими стенами, ну, так скажем, размеры в осях, то есть они, как правило, ограничены, ну, чтобы это было несложно и недорого, и не было каких-то конструктивных элементов, но обычно до 4,5 метров в осях эти размеры, то есть между двумя стенами из клееного бруса. 4,5-5, мы делали и 7 метров, например, да, это можно сделать, но в этом случае у нас уже возникают огромные балки, которые считаются отдельно, то есть балка перекрытия будет не 200, там 250 миллиметров, а 500 уже может быть, и это реально клееная балка, это отдельное изделие, которое дорогое, которое делается долго, по возможности при проектировании, я вот рекомендую, до 3,5 метров можно сделать достаточно комфортно, и только там в тех зонах, где у нас огромная гостиная со вторым светом, там гостиная, столовая, там да, мы можем использовать, допустим, какие-то большие балки. Дальше у нас идет план расстановки мебели, соответственно, план расстановки мебели, ну, на самом деле план перепланировки, да, он делается на основе плана расстановки мебели, то есть это уже больше рабочая документация, с заказчиком мы изначально согласовываем план расстановки мебели и по нему уже делаем остальную рабочую документацию, ну, здесь, в принципе, я думаю, про по планировке рассказывать особо нечего, здесь ничего сложного не было, достаточно простая, понятная и однозначная планировка, у нас была задача сделать две спальни, кухню отдельную и, соответственно, дополнительную гостиную, зону отдыха, в которой могли бы еще оставаться люди с раскладным диваном, в принципе, вот задача такая была, обязательно добавили тамбур, изначально заказчик не хотел, но все-таки мы смогли убедить его, потому что заходить с улицы, пусть даже есть веранда небольшая зимой, но это будет неправильно, да, то есть человек заходит с улицы, где минус 30, и там, допустим, кто-то в тапочках прогуливается из кухни в гостиную, ну, собственно, на это стоит обратить внимание, ставить двойную, две двери, ну, я считаю, что это в наше время как-то уже неправильно, некрасиво, но здесь мы совместили, в принципе, тамбур, в тамбуре сделали теплый пол, вот, и поэтому, ну, посмотрим вот в этом году, как раз на Новый год эти домики запускаются у нас, посмотрим, будем ждать отзывов первых посетителей. Дальше мы отдельно делаем план расстановки сантехники, даже если он простой, примитивный, но все равно это должен быть отдельный план, на который нужно обратить внимание сантехникам, то есть мы его отдельно отправляем, чтобы им не мешало ничего больше, просто вот мы делаем полностью, указываем все, это пока схему просто, схему, где у нас, допустим, будет какое оборудование стоять. Дальше уже на основе этого плана расстановки сантехники инженеры делают, прокладывают план коммуникаций, мы указываем, где какие трубы, где, допустим, горячая-холодная вода, канализация, какой диаметр, соответственно, канализационной трубы, ну, это уже следующий этап, больше технического плана. Дальше, соответственно, план напольных покрытий, план пола, указываем площади и материал, который будем использовать. План потолка, ну, с планом потолка в деревянном доме, как правило, все достаточно просто, здесь не очень много вариантов решения потолков, как правило, самое проблемное место, то есть мы можем сделать, в принципе, потолок и вагонкой, доской, можем сделать гипсокартон, можем сделать натяжной потолок. Основная проблема, которая там есть, это примыкание потолка к стене из бруса, вот там всегда остается щель, то есть не то, что ее, ну, она должна оставаться хотя бы там 3-5 мм, она должна оставаться, иначе просто при малейшем движении бруса, а мы выяснили, что он у нас двигается просто, либо на потолке появится трещина, и если это дерево, то, соответственно, его начнет выгибать, и поэтому вот эту стыковку, вот эту надо правильно закрывать. То есть здесь мы закладывали балки, достаточно большие, 100 на 150 деревянная балка, ну, она именно как элемент интерьера работает и закрывает вот этот шов, который необходим. Также, что важно, допустим, вот эти элементы, которые у нас получаются в сопряжении стены и потолка, их не всегда можно крепить и к стене, и к потолку. То есть, если дом дает небольшую усадку, иногда бывает, что потолок дает усадку немного неравномерно по сравнению с брусом, и если мы жестко все закрепили, загнали в угол очень плотно, то могут появляться тоже трещины, либо немного выворачивать потолок, но самое простое, это вагонка, иногда начинает идти волной, ну, такое достаточно часто можно встретить, поэтому про небольшие деформационные швы нужно не забывать везде оставлять. Все-таки это дерево, как любят строители говорить, ну, это живой материал, с ним надо, есть свои особенности в работе. Так, дальше у нас план освещения, ну, здесь достаточно просто, все понятно, ну, здесь задача была сделать, была не делать очень сложный вообще, в принципе, проект, потому что это коммерческие объекты, и заказчик в первую очередь просчитывал стоимость этого строительства, и вообще насколько это ему интересно, и сколько это будет окупаться, сколько это будет себя отрабатывать. Ну, соответственно, здесь у нас отель, основное, почему мы уделяли внимание, это большое количество проходных выключателей, чтобы это просто было функционально. В принципе, я и при строительстве частных домов, допустим, и в ремонте в квартирах тоже стараюсь достаточно много всегда закладывать проходных выключателей, просто чтобы это было удобно по, так скажем, с учетом логистики, по тому, как люди ходят, как они передвигаются, где им будет удобно включить свет, где выключить, например. Дальше план розеток, вот то, что касается электрики, о чем мы говорили. Это очень важный чертеж и для производства клееного бруса тоже, потому что в клееном брусе есть такая фишка, что мы можем всю проводку заложить внутри бруса, но знать об этом нужно еще до момента производства самой коробки, самого дома, потому что если дом уже стоит у нас на месте, то, соответственно, проштробить как в каменном доме стену мы не можем. А вот если мы такой план, подобный план, допустим, со всеми размерами, с привязками и с высотами отдали производителю до того, как он начал производить, то они либо на производстве делают отверстие сразу в середине бруса, там диаметром около 40 мм, чтобы мы туда могли заложить провод, либо при сборке. Чаще всего, сейчас вот мы работаем с организациями, они при сборке это делают, то есть сделали домокомплект, начинают собирать, собрали, допустим, 4 венца, берут чертеж и просверливают отверстие по центру стены либо с небольшим смещением ближе к, так скажем, к интерьеру, зависит от толщины стены. И таким образом, получается, дом уже стоит, в нем внутри сделаны все отверстия, отделочникам по факту нужно на месте только взять, допустим, насадку, головку под розетник, в том месте, где, опять же, на этом чертеже отмечено просверлиться, и все, они находят этот канал, у них получается, то есть у нас может в деревянной стене на любом уровне появиться розетка, вывод кабеля, все что угодно, то есть и выглядит это красиво, никаких нет штроп, никак не надо закрывать. Сложнее это делать, когда дом уже стоит, когда этого не было, но тоже, в принципе, мы практически в любое место уже научились выводить провода, есть электрики, которые готовы мучиться, все это делать, ну, в общем, это очень сложно, но сделать можно, там будет, там, вам пару фотографий, я покажу, как это можно сделать. Что? Металлическая гофра? Обязательно. Так, дальше у нас план радиаторов и теплых полок, ну, здесь все просто и понятно, тоже, в принципе, сантехникам и людям, кто занимается отоплением, этот чертеж отдельно лучше предоставлять, ну, это именно состав дизайн проекта, в инженерном проекте, там можно так его назвать, там все гораздо подробнее описывает, здесь просто минимальный набор того, что дизайнер выдает, то есть его видение, то, что он согласовал с заказчиком, это для первого, так скажем, понимания, первого общения со строителями. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова